Накануне мы отмечали праздник, день народного единства, день памяти о героических страницах истории, о подвиге наших предков во имя свободы и благополучия нашей Родины. И, конечно, этот праздник символизирует единение многонационального народа России и наших соотечественников, проживающих за рубежом. В состав делегата форума здесь собрались представители почти 100 государств, 97 стран. Наглядно показывает, насколько огромна и разнообразна российское зарубежье. Мы искренне благодарны вам, дорогие друзья, всем вам за то, что вы храните глубокую внутреннюю связь со своей исторической Родиной, за то, что гордитесь Россией, дорожите её культурой и духовными традициями, ощущаете сопричастность к её судьбе и к её сегодняшним заботам. Мы чувствовали вашу солидарность и в период воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это историческое событие и, конечно, решительная поддержка наших соотечественников, которые твёрдо выразили свою волю быть с Россией, поддержать Россию, помогала сплотить нам всё российское общество и, конечно, стала важным фактором консолидации российского зарубежья и всего русского мира. Высоко ценим ваш вклад в сохранение и развитие русского языка, в отстаивание общих для нас культурных ценностей. Мы видим, что всё более значимую роль в расширении гуманитарных связей соотечественников с Россией играет русская православная церковь и другие наши традиционные конфессии. Российское зарубежье всегда объединяло людей самых разных национальностей вероисповедания. И очень важно, что сегодня мы вместе решаем общие задачи, задачи, стоящие перед нашей страной. Хочу сказать большое спасибо нашим соотечественникам, которые в этом году помогали в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 70-летию Великой Победы, победы над нацизмом. Всем, кто честовал проживающих за рубежом ветеранов, участвовал в акциях «Бессмертный полк», «Георговская ленточка», кто боролся с попытками извратить прошлое, принизить решающую роль народов Советского Союза в разгроме нацизма. Всем вам большое спасибо и низкий поклон. Уважаемые друзья, всесторонняя поддержка соотечественников была и остаётся для нас одним из приоритетов – полем для совместных усилий государства и общественных организаций. Будем делать всё, чтобы эта работа была более эффективной и менее забюрократченной, чтобы свои пожелания, предложения и инициативы мог вносить каждый наш соотечественник. А реакция на проблемы и вопросы, которые вы ставите, была как можно более быстрой, как можно более результативной, человеческой, чтобы была эта реакция. Именно таким подходом руководствуется в своей деятельности и правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом, Министерство иностранных дел, Россотрудничество, другие наши ведомства. На дальнейшее укрепление работы соотечественниками направлена и соответствующая программа на 2015-2017 годы. Одним из её важнейших мероприятий стал проект «Здравствуй, Россия!». В его рамках проводят образовательные поездки по историческим местам России для победителей конкурсов по истории и культуре нашей страны. В текущем году такой возможностью воспользовались уже порядка тысячи человек из 47 стран мира. Кроме того, в соответствии с программой в Сочи были проведены первые Всемирные игры юных соотечественников в апреле, приуроченные к 70-летию Великой Победы. В них приняли участие около 600 детей из 33 стран. Интересные и полезные проекты реализуют российские регионы. Они привлекают к сотрудничеству предпринимателей, представителей науки, культуры, молодёжь. Так успехом пользуется ежегодно организуемый мэрией Санкт-Петербурга форум молодых соотечественников. Правительство Татарстана провело в Казани уже шесть всемирных форумов татарской молодёжи. Рассчитываем, что большую активность на этом направлении будут проявлять и наши приграничные регионы. Особое внимание намерено уделять сохранению и развитию русского языка. Я уже об этом упоминал. На протяжении столетий он был языком межнационального общения для многих-многих народов евразийского континента. Помогал им открывать для себя сокровища мировой культуры, знакомиться с передовыми достижениями науки, техники. Нам не может быть безразлично, нас не может не беспокоить то, что в ряде стран, преследуя политические цели, целенаправленно разрушается система образования на русском языке. Под надуманными предлогами затрудняют работу русских театров, библиотек, культурных центров. На прошлом форуме много говорилось о необходимости развития за рубежом образования на русском языке. И уже подготовлена концепция «Русская школа за рубежом». Цель таких школ – продвигать отечественные методики преподавания, воспитания, развивающего обучения, содействовать изучению русского языка и предметов, которые имеют отношение к нашей стране, отношение к России. Например, история, география нашей страны, развитие её культуры и искусства. Очевидно, что нужно эффективнее использовать для организации курсов и кружков изучения русского языка возможности учреждений дополнительного образования, в том числе воскресных школ Русской Православной Церкви, образовательных и просветительских центров других наших традиционных конфессий. Мы также намерены расширять сеть российских культурных и научных центров, активнее привлекать работающих за рубежом отечественных предпринимателей, бизнес, к организации и обустройству российских школ и культурных центров, к созданию коммуникационных площадок для прямого общения людей за границей. Планируем развивать систему грантов на поддержку культурно-образовательных проектов по линии фонда «Русский мир», а также в рамках принятой в 2015 году новой федеральной программы «Русский язык», на которую выделяется свыше 6,5 миллиардов рублей. Будем и дальше поддерживать стремление российского зарубежья к расширению общего информационного пространства. Сегодня русскоязычные средства массовой информации представлены более чем в 80 государствах. Сохраняя независимую, непредвзятую позицию, порой высказывая разные точки зрения, абсолютно большинство из них стремится давать объективную, честную информацию. Информацию о современной России, её истории, о её достижениях, а также о важнейших внешнеполитических событиях. Всё это, конечно, служит укреплению международного авторитета и влияния нашей страны. Помогает разрушать стереотипы и предубеждения прошлых лет. Противопоставлять разного рода пропагандистским кампаниям и клише правду о нашей стране. Будем и дальше помогать русскоязычным средствам массовой информации, в том числе используя возможности учреждённого осенью прошлого года фонда сотрудничества с зарубежной русскоязычной прессой. Считаем крайне важным создание благоприятных условий для учёбы наших молодых соотечественников в российских вузах. В 2015 году квота приёма для них достигла 15 тысяч человек. И, конечно, будем и дальше содействовать укреплению филиалов наших учебных заведений в других странах, прежде всего, конечно, на пространствах СНГ. Там уже работает достаточно много, большое количество наших филиалов, наших вузов. Будем продолжать эту работу. Принципиальная задача – надёжная защита соотечественников от любых форм дискриминации, обеспечение их законных прав и свобод. В том числе речь идёт о таких ключевых правах, как возможность изучения родного языка, сохранения культурных и духовных традиций. Серьёзным подспорьем в этой работе является фонд поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. С 2012 года он реализовал около 300 проектов в 42 странах мира. Ощутимую помощь получили порядка 40 тысяч человек. Люди, по разным причинам оказавшиеся вне России, должны быть твёрдо уверены – мы всегда будем защищать ваши интересы. Тем более в сложных, кризисных ситуациях, таких, например, как в Ливии, Сирии или Йемене. И, конечно, продолжим реализацию государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также соответствующих региональных программ, которые действуют уже в 59 субъектах Российской Федерации. Отмечу, что только в рамках реализации госпрограммы в Россию переселились свыше 367 тысяч человек, из них почти 130 тысяч – из Украины. Хорошо понимаем, что помощь для тех, кто хотел бы вернуться на родину, нуждается в постоянном совершенствовании. Здесь ещё очень-очень много проблем. Я прекрасно знаю практику этой работы. Там ещё очень многое нужно сделать. Здесь очень важна обратная связь, ваши оценки этих проблем, предложение, как сделать программы трудоустройства, профессиональной подготовки, обеспечения жильём, помощи в открытии собственного дела, как сделать всё это более в гибком режиме, соответствующем реальным жизням, нацеленным на запросы конкретных людей и семей. Мы планируем также шире использовать современные гуманитарные технологии. Одна из них – это создание единого доступного информационного ресурса, где можно получить консультативную помощь, причём по самому широкому кругу вопросов и проблем. Уважаемые друзья, хотел бы отметить ещё одну важную, значимую тему, которая напрямую затрагивает вопросы восстановления единства российской истории, гражданского примирения и преодоления тех драматических расколов, которые достались нам ещё и с прошлых времён. Речь идёт о работе по возвращению в Россию наследия наших выдающихся соотечественников. В силу обстоятельств они были вынуждены покинуть Россию, но продолжали служить своему отечеству. А многие видели в этом и свою миссию. Мы это очень высоко ценим. В ближайшее время в Москве начнётся строительство первого в России музея русского зарубежья. Он станет частью Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. И по своей коллекции, и по техническому оснащению должен войти в число лучших музеев России. Замечу, что за 20 лет своей работы Дом русского зарубежья получил в дар почти четверть миллиона музейных предметов, архивных документов, книг, среди них картины знаменитых выдающихся художников, собрания автографов и других документов наших известных, писателей, политиков, общественных деятелей, мыслителей. Значительные коллекции книг и периодики, собранные в Доме, убедительно свидетельствуют, что, несмотря на тяжёлые, порой драматичные обстоятельства, наши люди на Чужбине делали всё, чтобы их потомки никогда не забывали, откуда они родом. Хочу подчеркнуть, все переданные реликвии находятся на государственном хранении. И это бесценное интеллектуальное и культурное наследие российского зарубежья, как этого и хотели его авторы и создатели, будет служить России, нашим людям, будущим поколениям нашей страны. Дорогие друзья, нам вместе предстоит ещё многое сделать для укрепления деловых и культурных связей соотечественников с Россией. И мы обязательно будем добиваться и добьёмся поставленных целей. Но главное, мы остаёмся по-настоящему близкими друг другу людьми. Уверен, где бы вы ни находились, историческая Родина всегда будет для вас надёжной опорой, искренней любовью, которая вдохновляет человека на всю его жизнь. Спасибо. Продолжение следует...